Девушки отдыхают И прокатимся на Жигули от Дольче Габбана. Поехали! Вот это уровень! Или «Самые красивые парадные у нас». А Данил даже сделал такой небольшой экскурс в историю. Это самая настоящая парадная в самом центре – улица Пушкинская, 59. До революции дом принадлежал Анне и Ефиму Воротниковым. И числился по адресу Пушкинская, 77, написал Данил. К слову, сейчас эту парадную можно найти по старому адресу Пушкинская, 59. Так что пользуйтесь на здоровье. Как? Да хотя бы сделайте фото на память. Когда житель Лондона по имени Гэри решил поиграть с собаками, кидая им мячик, он сразу убедился, что Молли превосходит своего оппонента Марли в скорости и ловкости. Вот только выяснилось, что ход и результат игры вполне может измениться из-за различных побочных факторов. В данном случае таким фактором стали футбольные ворота. Не важно, что Молли являлась фавориткой соревнования, ведь в какой-то момент ворота рухнули на нее и собака, по сути, оказалась в ловушке в сетке. Что ж, Марли победил в этом раунде, а хозяину оставалось только посмеяться, ведь все выглядело так, будто хитрый пес намеренно толкнул ворота, чтобы обездвижить свою удачливую приятельницу и не дать ей насладиться триумфом. От пышных парадных к уютным дворикам. Тем интереснее, если эти дворики отражают историю и быт донского казачества. А где это сделать лучше всего? Да, в ростовском этнокомплексе под открытым небом. В сеть попали снимки, передающие атмосферу того самого донского гостеприимства и тепла. Вот бы мне сейчас туда забраться на печку и ждать, пока бабушка испечет пирожки с капустой. Мои любимые, написала Елена. А Юрий, по всей видимости, решил всех просветить. До постройки моста через Донец это было самостоятельное государство. Кумжинский, Калузаево, Обуховка. Это был рай. А когда-то в рыбсовхоз был в СССР. Снабжал Ростов-на-Дону живой рыбой, ну очень большой и по три копейки. Оставил он свой комментарий. Вряд ли я застала это время, но у меня хотя бы есть шанс ощутить дух того времени и на том спасибо. С одной стороны, этому бобру сильно повезло, а с другой стороны, удача оказалась такой щедрой, что доставила зверяку определенные трудности. Животному удалось разжиться богатой овощной добычей, морковкой и капустой. Вот только транспортировка этого вегетарианского великолепия оказалась куда сложнее, чем изначально предполагалось. Зрителям оставалось только посмеяться, глядя на усилия бобра. А некоторые добавили, что зверек вполне мог бы устроиться работать, ну например, курьером по доставке продуктов, при условии, что клиенты были бы не против капусты, которую несколько раз роняли на грязную землю. Многие влюбленные стремятся запечатлеть свой прекрасный роман с помощью трогательных фотографий и видеороликов. Вот и Джеймс Спайсер, пригласивший любимую девушку Макиту погулять по пляжу в Дампире, Австралия, вознамерился снять романтическое видео на фоне заката. Парочка установила видеокамеру и даже не сразу поняла, что их клип оказался испорченным из-за чаек. Птицы не только влезли в кадр, но и стали комично разевать клювы. В какой-то момент создается эффект, как будто одна из чаек вот-вот съест влюбленных. Впрочем, испортился или не испортился видеоролик – это еще большой вопрос. Снять новое видео на фоне заходящего солнца не так уж сложно, а вот запечатлеть чаек, занимающихся фотобомбингом – большая удача. Скажу сразу, отношусь к творческим людям с уважением, но вот новаторами ими прям восхищаюсь. Такими, например, как эти автодизайнеры – «Жигули» от «Дольче и Габана», оставила комментарий Наталья. А Сергей ее исправил – это «Лада Палас». Другие интересуются, жарко ли перемещаться на таком шедевре летом, а остальные переживают за погодные условия. А если дождь, что тогда волнуются они? Надежда же поблагодарила за идею, и вот что она пишет. Класс, а мы тут думаем, куда ковры девать. Действительно, куда же еще? Кстати, такая персидская обшивка обойдется дороже какого-нибудь современного покрытия. И только Гарик вспомнил мультфильм. Сразу песни из злодина в голове проиграла. «Аравская ночь», да? А что подходит на самом деле? Уверен, что этот ковер на колесах доставит быстро с ветерком. Этот житель Миссури собирался всего лишь погулять с собаками и не ожидал, что игривость одной из питомец выйдет ему боком. Мужчина замешкался на крыльце, и одна из его любимец в этот момент заметила другую собаку. Уж неизвестно, знакомую или незнакомую. Впрочем, это не так важно. Важно, что непослушная героиня видеоролика вознамерилась пообщаться с другим животным поближе и, возможно, поиграть с ним. Результат оказался печален. Ничего не подозревающего хозяина с такой силой дернули за поводок, что он рухнул с крыльцам. Остается только понадеяться, что владелец хулиганки не так уж сильно расшибся. Кроме того, многие зрители советуют мужчине пересмотреть свои взгляды на воспитание животных. Этой собаке стоило бы привить любовь к дисциплине, если еще не поздно. У вас бывали такие случаи, когда в компьютерной игре доходишь до нового уровня, где все такое новое, незнакомое, непонятное? И вот что делать дальше? Вот сидишь и не можешь понять. Кажется, с этим котом случилось нечто похожее. Вот как видео подписали в интернете. Я так далеко еще не заходил, что делать-то надо. Кира мысли подхватила и добавила, они, видимо, оба неопытные. А Юрий написал, дожили. Я предлагаю не судить строго, все-таки все приходит с опытом, а у участников видео с почином. Главное, никто не пострадал. Переключим свое внимание на наглого и вальяжного жителя одного ростовского магазина. Угадайте с первого раза, как подписали видео очевидцы. Да. Начали на расслабоне. Хочу в следующей жизни быть котом, поделился Евгений. Устал котейка, наверное, всю ночь мышей гонял, предположила Галина. А я вот обращаю ваше внимание на покупателя. Как спокойно и невозмутимо он держится, а главное так, будто все в порядке вещей. О, это мой любимый продавец, честно признался Иван. Ну, ваше право, лишь бы не обсчитывал. Решив провести со своей собакой тест на прыгучесть, жительница Канады поняла, что у животного имеются определенные пределы. Хозяйка принялась выстраивать перед собакой стену из бумажных полотенец и туалетной бумаги, постепенно увеличивая высоту преграды. И если первые заборчики хаски покорила с легкостью и игривым изяществом, то последняя стенка оказалась непреодолимой. Любимица только сидела за ней и громко выражала свое недовольство. А зрители не только посмеялись над видеороликом, но и похвалили хаски за дисциплинированность и умение правильно оценивать свои силы. Другая собака вполне могла бы попытаться покорить слишком высокую стену, и это привело бы к разрушительным последствиям и беспорядку. Дисциплина – это, конечно, хорошо, но герой следующего ролика с ней явно не знаком, и нужно сказать, что ему это даже идет. Что такое осень – это песель в куче листьев спрятался за чем-то. Ну вот, как подписали видео в интернете. Греется, написала Наталья. Ночи-то холодные, а хвост предательски его выдает, обратил внимание Сергей. Но в комментариях под постом нашлось место и для полезных советов. Скажите, а где в Ростове осенью красивые листья? Может, клёны? Поинтересовалась Дарья. И незамедлительно получила ответ. Мы на набережной, кайфуем и в парке авиаторов. Оставила подпись Мария. Ну а где греются под солнцем и прячутся в листьях остальные? Мы не знаем, но ничего, осень длинная, нам это еще предстоит узнать. Ответ в следующих выпусках. Когда боксер по кличке Уолтер хочет пить, он идет вовсе не к своей миске, а к холодильнику со встроенным кулером. Умный пес, который живет в Вашингтоне, прекрасно знает, что достаточно всего лишь надавить языком на клапан. И вот уже кулер превращается в подобие питьевого фонтанчика. Теперь проблема жажды решена раз и навсегда. Кстати, некоторые зрители, посмотревшие забавные кадры с сообразительным Уолтером, припомнили, что и их собаки проделывали нечто подобное, в результате чего пол перед холодильником был вечно залит водой. Ну, видимо, у хозяев боксера тоже имеется такая проблема. Но не даром же в кулер предусмотрительно помещено полотенце. Многие люди, глядя на разметку под ногами, даже не задумываются, а как вообще рисуются эти полосы, символы и стрелки. Один из способов во всей красе показан в видеоролике, появившемся в интернете. Причем слово «краса» здесь вполне уместно. Уверены зрители, они вообще не ожидали, что рисование желтой стрелки окажется настолько завораживающим зрелищем и будет выглядеть как создание произведения искусства в манере минимализма. Иные пользователи даже позавидовали неизвестному рабочему, чьи трудовые будни сопряжены с таким рисованием. Люди уверены, что подобное занятие настолько расслабляет и успокаивает, что этот незнакомец вообще не знает, что такое стресс. На этом все. Начинаем готовиться к следующему выпуску. У вас, кстати, есть ровно неделя, чтобы соскучиться. Всех обняли. Пока!